Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня покажу вам свои косметические обновки за апрель месяц. Если честно, большую часть месяца я думала, что у меня будет только пиар, но потом до меня доехали две посылки, буквально вот на прошлой неделе. Так что давайте, как обычно, начнем с покупок, а пиар оставим на конец. Во-первых, я купила свой один из самых любимых санскринов, Purita Daily Go To, он был у меня в прошлом году, благополучно закончился, по-моему, в прошлом месяце, в позапрошлом месяце, не знаю, где-то сравнительно недавно я добила предыдущий тюбик, и я говорила, что это тот санскрин, который всегда должен быть у меня под рукой. Он не идеальный, но для сухой кожи он очень мультифункциональный. Он достаточно жирненький и увлажняющий, поэтому даже на моей коже с ним может жирниться центр лба, если под него нанести тоже достаточно питательный увлажняющий уход. Соответственно, для сухой кожи это не супер подходящий, наверное, продукт, но для меня он очень универсальный. Зимой я им пользуюсь на все лицо, просто на центр лба не наношу тот крем, который наношу на все лицо под санскрин. Летом же я обожаю его использовать после купания на пляже, у бассейна, то есть когда выныриваю из воды, я ощущаю, что, во-первых, смылась большая часть защиты от солнца с моей кожи, ее нужно возобновить. Во-вторых, моя кожа чувствует стянутость, сухость, и мне хочется ее чем-то увлажнить. И этот санскрин дает два в одном, и увлажняющий крем, и защиту от солнца. Поэтому я знала, что нужно его обязательно повторить к началу летнего сезона. Ну и поскольку этот санскрин мне очень нравится, я не смогла пройти мимо их же обновки. Daily Soft Touch санскрин, если я правильно понимаю, он как раз-таки более подходящий для жирной кожи, но я, если честно, его еще ни разу не пробовала, поэтому не могу пока ничего сказать, хороший он или плохой, но, безусловно, я его попробую, и отчитаюсь перед вами. UVA UVB Protection, SPF 50+, PA++, gentle and breathable, то есть нежный и дышащий. В общем, обязательно попробую и вам расскажу, но пока что у меня впечатлений от него никакого нет. А, ну давайте, в общем-то, я попробую сейчас на руке. Че, долго-то мучиться? Ну, видите, он достаточно прозрачный, не оставляет белесого финиша. Такая интересная какая-то текстура. Затрудняюсь описать текстуру. С одной стороны, очень увлажняющая, а с другой стороны, как будто такая, как пленочка силиконовая формируется. Ну, надо пробовать на лице. Так, по затесту на руке ничего не понятно пока что. И третий санскрин, который я приобрела, вот такой вот Beauty of Jason, если я правильно читаю, не уверена, рельеф Sunrise Probiotics. Это достаточно популярный санскрин. Я много видела на него хороших отзывов, но меня от покупки всегда останавливало то, что он только на химических фильтрах, если я правильно помню. Ну, конечно, когда я увидела, что есть миниатюрка, я ее сразу же схватила. У меня санскринов очень много, и я не успеваю все их израсходовать, даже при том, что мажусь каждый раз, как выхожу на улицу. Но, тем не менее, миниатюрка всегда предпочтительнее полноразмера, чтобы как бы не застаивались, не залеживались они в коллекции у меня. Этим пользовалась один раз, и, ну, вот вы видите, белесость есть вначале чуть-чуть, но очень быстро он становится прозрачным, и он такой очень легкий, увлажняющий, без питания. Конечно, по одному разу сложно судить, но я думаю, что этой миниатюрки мне будет достаточно, чтобы составить впечатление. Я не уверена, станет ли он моим прям любимым, потому что я все-таки предпочитаю санскрины на комбинированных фильтрах, но мне кажется, что он понравится девочкам с жирной кожей, потому что у него очень такая легкая, текстура и увлажняющий эффект без какой-либо тяжести на коже. Вот, допустим, вот этот, это прям как, ну, это самый первый санскрин, который я показывала, он прям как два в одном санскрин и увлажняющий, питательный, такой серьезный крем, а этот такой прям легкий-легкий на коже по ощущениям, так что, возможно, как раз вот будет рекомендация моя для жирнокожиков. И на самом деле я хотела еще один санскрин попробовать по рекомендации кого-то из комментаторов, Фрудия, но я по ошибке поторопилась и взяла вместо санскрина в зеленой тубе, взяла умывалку в зеленой тубе. И, честно скажу, мне умывалка не нужна в моей коллекции, у меня перебор с средствами для умывания, поэтому я даже вскрывать ее не буду. Она с зеленым виноградом и, насколько я понимаю, пор-контрол, а еще и со скрабом, то есть очищающая поры, скрабирующая пенка. Я подозреваю, что, скорее всего, она отправится у меня в какой-то розыгрыш в Инстаграме, потому что в данный момент у меня перебор со всякими умывалками и еще одна, пожалуй, что не нужна, не так быстро они расходуются. Еще один фаворит из марки Пюрита, уже много лет, люблю, обожаю вот этот тонер, точнее, это эссенция называется, но я использую в качестве первого увлажняющего этапа сразу после умывания, поэтому называю тонером, с ферментированным комплексом и неоцинамидом, если я правильно помню, но что-то здесь на упаковке сейчас не написано, что неоцинамид в составе, может быть, что-то поменялось, потому что определенно поменялся дизайн бутылки. Очень нравится мне этот продукт, такой супер универсальный, базовый для меня, подходящий для любого времени года и для лета, и для зимы. Он достаточно насыщенный и увлажняющий, но при этом не слишком перегружающий кожу и поэтому подходящий и для лета тоже, без какого-либо аромата, ничем не пахнет, без спирта в составе. Не скажу, что тонер – это тот продукт, который может что-то радикальное на коже сделать, можно заметить какие-то изменения, но мне очень комфортно, моя как бы идеология ухода строится на том, что сразу после умывания мне комфортно нанести что-то супер жидкое, водичкообразное, какой-то тонер, причем я не протираю лицо ватным диском, а наношу в ладошки и на лицо похлопывающими движениями наношу. У меня скопилось огромное количество тонеров, которые для зимы и вот сейчас весеннего, межсезонья, мне слишком легкие. Есть у меня, правда, сейчас и парочка, которые достаточно насыщенные и достаточно много увлажнения дают для текущего сезона, но вот я решила, что еще один такой нужен, который в любое время меня выручит и не будет с ним никаких проблем и подходит для любой ситуации. Вообще, имея сухую кожу, преимущество в том, что можно почти что любое средство заставить работать, то есть если что-то более жирное, более питательное, более увлажняющее, я оставляю на зиму. Если что-то более легкое, более невесомое, то я оставляю на лето. Но таким образом у меня зачастую скапливается большое количество именно средств, подходящих на лето, потому что моя кожа все-таки склонна с возрастом все больше и больше становится к сухости. И этой зимой я обнаружила, что у меня заканчиваются, еще не закончились, но заканчиваются все мои питательные кремы и целый арсенал легких кремов, которые можно использовать летом. Ну и я схватила вот этот от MediPill Volume & Tension Piptide 9 и он как раз оказался по факту достаточно плотный. Я не знаю, вам видно или не видно, я, может быть, подсниму фотографию. Он здесь прям таким куском лежит в банке. Но, к сожалению, эта посылка с Естайла ко мне очень долго ехала и сейчас уже, ну как бы еще нужен мне питательный крем, но уже все меньше и меньше будет нужен. Но пока что по первым нескольким затестам он мне очень понравился именно в качестве такого вот насыщенного, ночного. У него какой-то запах есть, но очень минимальный. Какая-то отдушка там присутствует, но очень-очень слабая. И по текстуре на коже он такой немножечко бальзамный, немножечко есть у него такая силиконистая. Это не факт, что в нем силиконы в составе, именно по ощущениям силиконистая текстура. Но в креме для лица мне такая текстура не мешает и он достаточно плотный и насыщенный, чтобы я его квалифицировала как ночной. В общем, буду пробовать и делиться с вами впечатлениями. Пока что по первым нескольким затестам мне он очень понравился. Был какой-то аттракцион неслыханной щедрости на iHerb на вот этот бальзам от Косарекс. Вот такая вот коробочка у него. И он то ли с 45, то ли с 50% скидкой продавался, и я решила, что имеет смысл попробовать его по такой хорошей цене. Здесь еще и объем 120 мл, что тоже достаточно так приятно. Обычно 100 мл или 80 мл объем очищающего бальзама. Он абсолютно классический корейский бальзам масляный по текстуре. Я бы назвала эту текстуру щербет, но корейцы почему-то щербетом называют другие текстуры очищающие. Но в общем текстура такая же, как у Хеймиша или Банилоко или любого другого подобного бальзама, запах у него какой-то присутствует, но очень ненавязчивый, в основном пахнет просто очищающим бальзамом. Мне показалось, что он немножечко более тяжелый и более масляный, более жирный, чем мои любимые, допустим, Хеймиш или Фармаси Грин Клин. Но тем не менее, это все еще очень легкая такая текстура корейских бальзамов. Мой самый любимый бальзам на данный момент от Элемис, вообще масляный примасляный, а это вот классический корейский бальзам, но только немножко медленней смывается с кожей, может оставлять какую-то маслянистость на коже после умывания. Для меня это не проблема и само по себе, и потому что я любой очищающий бальзам смываю влажной салфеткой, но имейте в виду, что он не так легко смывается, как, например, Хеймиш, хотя по текстуре очень похож. И я повторила вот эту сыворотку для ресниц от Rapid Lush, я не знаю, вышло уже видео с пустыми банками или не вышло, у меня закончилась такая сыворотка, и когда я вытащила стоппер и поняла, что вот-вот со дня на день она закончится, я тут же заказала новую, потому что я панически боюсь того, что у меня ресницы вернутся в то состояние, которое было у них больше пяти лет назад, прежде чем я начала пользоваться сыворотками для роста ресниц. Сейчас я ресницы мажу в поддерживающем таком режиме пару раз в неделю, ну, на самом деле, мне кажется, чаще, а вот брови я мажу этой сывороткой каждый день, и она прям очень хорошо работает на бровях, лучше даже, чем X-Lash, который я пользовалась раньше. Я склонна перещипывать в некоторых местах волоски, потому что у меня такие очень длинные изгибающиеся волоски, иногда мне где-то он мешает, я его выдергиваю, и в том месте как бы норм, а в том месте, откуда рос этот волосок, у меня возникает дыра, и эта сыворотка супер хорошо помогает зарастить такие дыры, я прям очень-очень ей довольна именно в смысле бровей. И на глазах тоже она как бы поддерживает то состояние ресниц, которого я добилась когда-то, начав пользоваться другой сывороткой, но сейчас я полностью уверена, что я перешла на Rapid Lash, она более выгодная для меня по цене, и более быстрая по доставке, и в общем-то, наверное, даже в смысле бровей более эффективная, а на ресницах такая же эффективная, как X-Lash. Это все продукты, которые я купила сама, дальше то, что я получила в качестве пиар от магазина E-Style мне прислали вот такой крем для кожи вокруг глаз с ретинолом от марки Some By Me. И он меня, честно говоря, приятно удивил, потому что, в отличие от большинства корейских кремов для кожи вокруг глаз, он не бальзамный, у него такой тонкий носик, и он такой, ну как, как легкий крем, классическая кремовая текстура, немножечко при использовании дает такой жирноватый блеск на коже. Знаете, на самом деле, вот в пустых банках я показывала, или еще покажу, если это видео не вышло, крем от Shiseido Benefiance, и он дает похожий финиш, но должна сказать, что вот этот Some By Me, он гораздо быстрее впитывается, то есть первый момент, да, вот этот вот блеск, вот этот вот маслянистый остается, но уже там через 20-30 минут от него не остается ни следа, и это значит, что для меня, для зимы, он недостаточно плотный, недостаточно жирный, недостаточно насыщенный, я люблю под глазами зимой, чтобы был прям жирный жир, и вот как раз Shiseido дает мне жирный жир, а этот немножко легковат, но для лета, для вечера он прекрасно подойдет, меня даже не смущает то, что он с ретинолом, я кремами для лица с высоким содержанием ретинола не пользуюсь летом, но здесь, по моим ощущениям, какое-то микроскопическое количество ретинола, и я думаю, что если не использовать его в дневное время, а только на ночь, то и для... Также я получила пиар-рассылку от латвийского магазина, торгующего корейской косметикой, патчи LV, и там было несколько интересных продуктов, во-первых, я очень довольна, что прислали мне такой крем от MediPill, Power Aqua Cream, он так называемый капсульный, в том смысле, что в прозрачном геле там капсулы крема, я его пока, честно говоря, не пробовала, сейчас вот открою при вас, мне, потому что жалко разрушать эту красоту, мне, наверное, надо сначала какую-то фотографию сделать, вот так вот он выглядит, очень прикольно, я думаю, что это опять же будет отличный вариант на лето, потому что все-таки часть, по крайней мере, продукта является гелевой, но посмотрим, возможно, ой, мне кажется, я уже нарушила, ну ладно, может быть, я как-то исхитрюсь, сфотографирую с другой стороны, в общем, я очень довольна, потому что, во-первых, впереди лето, и приятно будет иметь такой легкий крем, во-вторых, я планирую большой опять обзор на марку MediPill, и у меня некоторое количество средств есть, которые я купила сама, но всегда прикольно иметь еще одно дополнительное, чтобы для вас как можно больше полезной информации было, но это определенно то, что нужно по блогерской традиции сначала фотографировать, и только потом начинать пользоваться, так что пока у меня на его счет тоже впечатлений никаких нет, также в наборе была вот такая мини-пенка от Pinkang Yule Low pH Pore Deep Cleansing Foam, я думаю, что это прекрасный размер для того, чтобы брать его с собой в путешествие, просто супер, и, откровенно говоря, никогда не пробовала средства для умывания от Pinkang Yule, но очень расположена к этой марке, я очень ее люблю, у меня есть большой обзор на их средства, вот здесь по всплывающей подсказке можете посмотреть, я очень много чего попробовала, и, мне кажется, все мне понравилось, по-моему, ничего не было даже на троечку, все средства были на 4, 5 и 5 с плюсом, очень положительно отношусь, поэтому с удовольствием попробую, но пока еще, пока еще не добралась, здесь, кстати, запечатано, да, здесь запечатано, надо распечатать, но это определенный продукт, который я оставлю себе и буду пробовать, скорее всего, сейчас в мае поеду в поездку в Польшу и возьму в качестве умывалки. Листовая маска от марки Petite Fee, гидрогелевая, мне абсолютно точно пригодится, никогда не лишние такие вещи в хозяйстве, я, в принципе, избавляюсь только от листовых масок, которые заявлены как какие-нибудь очищающие, с углем, снижающие жирность или что-то такое, а в данном случае она увлажняющая, так что в какой-то момент определенно ее использую. Миниатюрка суперзнаменитой маски ночной для губ, ну, то есть, по сути, просто бальзама для губ от Laneige. У меня была такая, такой бальзам, такая ночная маска, и я скажу, что я не прониклась. У меня тоже была миниатюра, она у меня очень долго расходовалась, и я не поняла всеобщей одержимости этим продуктом. Если говорить про восстановление каких-то обветрившихся, потрескавшихся, покусанных губ, то Carmex на мне работает гораздо лучше. Если говорить про просто, как бы, ощущения какие-то по кайфу, то Carmex мне тоже нравится гораздо больше. В общем, я не очень оценила, не в том смысле, что мне категорически не понравилось, но, как бы, имея в своей ночной, в своей прикроватной тумбочке банку Carmex, у меня рука всегда потянется к Carmex, а не к этой. Поэтому я даже вскрывать не буду, тем более, что у меня огромное какое-то количество нечеловеческое бальзамов для губ. Я сразу положу ее в ящик с продуктами для розыгрыша и сделаю какой-то сет корейских средств, куда, возможно, вот эта вот пенка войдет и вот этот вот бальзам и может быть что-то еще и разыграю в Инстаграме. У меня от этого продукта было ощущение, что как будто бы мои губы греются под ним. Вот знаете, как иногда говорят, что я чувствую под этим кремом, что моя кожа как под полиэтиленовым пакетом. Вот у меня от этого продукта было такое ощущение на губах, а я люблю наоборот бальзамы освежающие с ментоловым холодком и поэтому как-то я не оценила от слова совсем. Ну и восстанавливающие свойства у Carmex для меня, по крайней мере, на моих губах работают гораздо лучше. И также в посылке было несколько пробников, я на них не буду подробно останавливаться. Вот эти я положу и попробую, а ночную маску с тыквой от Too Cool for School я уже пробовала, мне присылали таких треугольничков, прям несколько штук, и несмотря на то, что все ее очень сильно хвалят и говорят, что она дает как раз-таки такую окклюзивную пленочку, как я люблю от ночных масок, я не впечатлилась. Не в том смысле, что, опять же, она плохая, но она оказалась мне не более чем нормальная, такая же, как все остальные корейские ночные маски. Поэтому этот пробник я тоже не буду вскрывать, нет смысла пробовать еще раз то, что мне уже несколько раз не понравилось и тоже закину его в какой-нибудь подарок. В самом начале месяца, буквально в первых числах, я получила пиар-рассылку от марки Айзенберг, это французская марка с уходовой декоративной косметикой, и я, по-моему, вам уже рассказывала про вот этот вот консилер-корректор, который меня очень сильно впечатлил. Я была на мероприятии устроенном маркой и там его пробовала, и потом еще дома из пробников им пользовалась. И когда меня спросили после мероприятия, что меня впечатлило больше всего, я сказала, что вот этот вот корректор, и большое спасибо представительству марки, что мне его прислали. Он у меня во втором оттенке. Первый суперсветлый и очень розовый, такой по цвету, как корректор от Бека. Но попробовав, я пришла к выводу, что все-таки вот этот второй мне больше подходит. Вот такой вот он по цвету. И практически, видите, сливается с цветом моей кожи на руке, и под глазами тоже очень хорошо это выглядит на самом деле. Не слишком сильно высветляет, но и нет такого, что недостаточно светлый. И это какое-то феноменальное средство, я уже нахваливала его, потому что оно очень тонкое по текстуре, очень такой легкий, нет вот этого ощущения жирности или плотности. При этом консилер дает очень хорошее покрытие, ну, наверное, не полный, не фулл кавередж, но такой выше среднего покрытия. При этом консилер фиксируется, и у него матовый финиш, но он не сушит кожу под глазами, не делает ее, не заставляет ее выглядеть старше и не проваливается в морщинки. Что-то удивительное и уникальное, я думаю, что я как следует его распробую летом в жару, потому что сейчас все еще достаточно сухая у меня кожа, и я еще продолжаю пользоваться ретинолом, чтобы мне хотелось под глаза нанести все пожирнее и посияющее. Но вот летом, когда станет жарко, и кожа будет естественным образом сиять, я думаю, что этот консилер я еще больше оценю, чем сейчас, но пока что я вот просто впечатлена этой его текстурой. Если вам не нравятся те консилеры, которые я обычно рекомендую с влажным сияющим финишем, то я думаю, что вот это будет просто супер. И также здесь у меня три продукта, которые я еще даже не вскрывала, как вы видите, но давайте сейчас прям при вас их открою. Крем для лица Hydra Lifting, это тоже был еще один продукт, который я пробовала на мероприятии, и он мне тоже понравился. И еще мне прислали две сыворотки, одна для кожи вокруг глаз, осветляющая и антиэйдж, и вторая для лица, лифтинг и антиэйдж. Мне кажется, что вот эту лифтинг-сыворотку я тоже пробовала на мероприятии, но я вам честно скажу, я не очень впечатлена самой, не то, что не очень впечатлена, не очень согласна самой вот этой концепции классических европейских марок, когда уход подбирается по возрасту. Мне все-таки ближе идеология, что у кожи есть какие-то проблемы безотносительно ее возраста, и косметика имеет в своем составе компоненты, направленные на работу с этими проблемами. Но, конечно, все очень красиво. Лопаточка вот тут вот закреплена на коробке, баночка стоит на пьедестале и вот так вот вот так вот выглядит. Крем этот был такой интересный по текстуре, классический, но мне понравилось соотношение, что он достаточно легкий и при этом прям глубоко-глубоко увлажняющий. Я весь день после того, как воспользовалась им, ходила еще и чувствовала, что кожа моя такая очень хорошо увлажненная, при этом без какой-либо тяжести или жирности или маслянистости. Он вот такой вот нежно-розовый с какими-то как будто бы вкраблениями, но при этом они растворяются и не ощущаются абсолютно на коже. Буду пользоваться, с учетом того, что он скорее увлажняющий, отлично подойдет для лета, хотя у меня и так для лета очень много чего есть. Я, наверное, вот сюда на шею намажу. И вот две сыворотки с серебристой крышкой и в таком перламутровом флаконе это сыворотка для век и вот эта вот прозрачная с золотой крышкой это лифтинг-сыворотка для лица. Вот эту я пробовала на мероприятии. По одному затесту у меня было ощущение, что это просто увлажняющая гелевая сыворотка. Не очень я верю, что какой-то от 30 мл продукта какой-то радикальный эффект омоложения будет, но с удовольствием попробую, попользуюсь, потому что она была очень приятная, очень комфортная. Просто я не очень верю в лифтинг-эффект от косметики в принципе, по крайней мере, на своей коже я никогда его не видела. А вот эту давайте я попробую. Как она по текстуре? Ага, это по текстуре, судя по всему, очень легкий крем. Хоть он и называется сыворотка, но по текстуре это прям легкий-легкий крем. То есть мне скорее всего на лето опять же на жару будет хорошо, может быть захочется сверху вечером намазаться каким-то еще жирненьким кремом или если вот сушащий консилер будет, то может быть тоже захочется еще какой-то крем. В общем, очень приятно было получить такую посылку, я очень-очень рада и с удовольствием буду пробовать пользоваться и перед вами отчитаюсь о своих впечатлениях. И последний продукт, точнее набор маленьких духов, вот таких вот пробников я получила на мероприятии, которая устраивала марка, которая называется Фредерика Махора. Это, если я правильно поняла, польский производитель косметики, который работает по принципу сетевому, то есть как Арифлейм, как Овон, как Хербалайф и так далее. И я не знаю, честно говоря, каким макаром я попала, получила приглашение на это мероприятие, потому что там были все уже представители этого сетевого бизнеса и, судя по всему, пригласили они нескольких рижских блогеров, потому что я там еще столкнулась с парой девочек. И, в общем, презентовали мне такой набор духов. Я, честно вам скажу, я ни одни еще не вскрывала, но вот так вот чисто нюхая покрышки, когда я распечатала только эту коробку, мне показалось, честно говоря, что все они пахнут одинаково. но я, откровенно говоря, такой большой парфюмерный маньяк, в смысле, я так плохо разбираюсь в запахах, я обладательница одного из самых нечувствительных носов, ну, то есть не настолько у меня есть подруги, которые вообще никакие запахи не разбирают. Я многие запахи не разбираю, некоторые не чувствую и с трудом всегда описывают, для меня всегда проблема описать запах. Но я, конечно же, попробую обязательно их. Особо я не заинтересована расширять свою коллекцию. Совершенно я не парфюмерный маньяк. Не стремлюсь к разнообразию в этой категории продуктов. Вот хоть в чем-то я не стремлюсь к разнообразию. Всегда мужу своему показываю фотографии коллекции парфюмерии у людей, которые парфюмерии, и говорю, смотри, как тебе повезло, ведь я же могла коллекционировать нишевую парфюмерию, вот тогда тебе трындец. А так, получается, экономная женщина, ну, палетки, правда, от Пэт Макрад покупаю, но ведь тоже у меня экономная женщина. Вот и все мои обновки в этом месяце. Если вам было интересно, чем я накрашена, то на глазах у меня вот эти две палеточки Huda Beauty Nude Light и Наташа Денона Mini Love, а на губах у меня вот эта вот миниатюрка Tarte Maracujo Juicy Lip Balm в оттенке Hibiscus. На этом на сегодня все. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк, а если сейчас еще что-то интересненькое хотите посмотреть, то YouTube вам предложит на выбор два других моих видео. Я же вас целую, обнимаю и до встречи. Пока.